Жизнь после войны. 15 ветеранов АТО в рамках гуманитарной программы НАТО прошли курс изучения английского языка. Это не первая группа украинских бойцов, которым Альянс помогает совместно с Британским Советом в Украине. Как это обучение повлияет на дальнейшую судьбу студентов, расскажет Лина Зеленская. 15 бывших военнослужащих и участников АТО 4 месяца назад сели за эти парты. За их плечами военная служба, а впереди туманное будущее. Главная цель курса – адаптация к мирной жизни и помощь в поисках работы. И английский язык должен стать одним из ключей к этому. Очень важно показать рынку, что бывший военный может быть ценным сотрудниками, что его действительно стоит нанимать на работу. Программа включает навыки написания резюме, подготовку к интервью, то есть собеседованию с работодателем. И все это на английском. 80% студентов после окончания этого курса нашли работу. Это действительно работает. Именно эта комбинация английского языка с навыками для трудоустройства. Павлу 27. Он бывший военнослужащий и участник АТО. Изначально уровень английского у него был низким. Ежедневные пятичасовые занятия дали результат. Сегодня мужчина получает сертификат и благодарит преподавателей на языке Шекспира. Я надеюсь, что ваш специальный курс будет помогать многих других сервисов. Невероятное ощущение, когда человек приходит совсем дулевыми зданиями и через четыре месяца ты видишь, что этот человек произносит небольшую, но речь на английском. Занятия проходят не только в Киеве, но и в Харькове. За последние три года 120 студентов прошли курс английского языка. Уже можно как-нибудь построить свою речь более грамотную, и уже человек видит твой уровень способностей. Выше среднего. Организаторы курса в Украине работают с несколькими странами-членами НАТО и в качестве примера используют их систему адаптации военных. Если мы посмотрим на систему, уже функционирующую в Британии или в Германии, на последних годах службы военный уже имеет право проходить интернатуру в какой-либо компании, чтобы потом ему было легче интегрироваться в гражданскую жизнь. В этом году Британский совет планирует переобучить около тысячи украинских бойцов в десяти городах страны.